Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Мы приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Студенческое радио ЗОВФМ снова с вами! Будем с вами искренними. Наша тема сегодня посвящена искренности. Не много ли искренности в одном предложении? Ты что, друг, много искренности не бывает. А по-моему, искренность – это просто недостаток самообладания. Так сказала Янина Ипоховская. Света, как ты можешь так говорить? Ну, это же не я сказала. Но ты повторила. Тогда отвечу тебе тоже цитатой. Искренность – мать правды и вывеска честного человека. Ты как будто сам придумал эту фразу. Ну, если она не моя, это не значит, что я так не думаю. Согласна. Искренность – это вообще хорошая штука. И об этом мы поговорим с одним из самых искренних студентов. Но сначала прослушаем песню. Ты должен решить, где же взять столько сил, Чтоб ко всем добрым быть. Ведь можно словом, только добром победить. Бог много лет ждет тебя. Протяни к нему руки свои и останься с ним навсегда. ЗАУ ФМ Ты пришел, твой час Господа, в грешное сердце впусти. Не потеряй свой шанс, может простить он твои все грехи. Только Иисус, Господь, в жертву отдал за тебя свою жизнь. Только Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь изменить. Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь. Может, ты знаменит, а может быть даже бандит. Но все равно я точно знаю, Бог очень любит тебя. Сердце свое ты открой. Он решит все проблемы твои. Потому что Он, Иисус, Господь, знай, что ты очень нужен, Ему лишь поверь. Вот и пришел, твой час Господа, в грешное сердце впусти. Не потеряй свой шанс, может простить он твои все грехи. Только Иисус, Господь, в жертву отдал за тебя свою жизнь. Только Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь изменить. Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь изменить. Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь изменить. Только Иисус, Господь, только Иисус, Господь, только Иисус, может тебя изменить. Иисус, Господь, может сейчас твоя жизнь изменить. Богословского факультета ЗХГИ Вот мой дорогой друг-товарищ Тимур Шамсадов Здравствуй, Тимур Интересный факт, что это первый Парень, значит, грозный парень Из Грозного Первый парень, вот, чеченец, который учился У нас и учится на Богословском факультете Это круто, друзья Так что, если нас там слушают, а я в этом Уверен, что мы вездесущи Друзья, прислушайтесь Ваш человек сегодня будет говорить об искренности Тимур, ты готов Говорить правду, только правду И ничего кроме правды? Положи руку на текст На самом деле, правда и искренность, мне кажется Это почти синонимы, но в этом сейчас Мы разберемся Как ты считаешь, нужно ли всегда быть искренним человеком? Это принципиально важно Особенно в христианской среде А со всеми людьми? Да, со всеми Потому что Если мы будем искренни только с определенными Людьми, то это Это решено всякого смысла Мы будем заниматься двуэличием Когда мы будем с одними искренними, а с другими чуть лукавить А можно с другими быть просто нейтральными? Нет Ничего не говорить Нейтралитет, это тоже, как сказано в Писании Что никто не может служить двум господам Либо одному будет служить, а другому будет Получается, нужно быть искренним со всеми, да? Отлично Но все-таки вот у меня есть лучший друг Допустим, вот Света, я ей душу свою выливаю Рассказываю С ней я полностью искрен А есть там Вася Петечкин, которого я знаю два дня Петечкин Вот, Петечкин, Васечкин С ним же я не буду до конца искренний, потому что я не могу ему довериться Здесь не момент искренности, а то, сколько ты можешь донести информации о себе И если ты будешь с этим человеком общаться дольше, и ты увидишь, какой он человек Можно ли доверить ему какие-то секреты, тайны То тогда ты, конечно, можешь ему и рассказать искренне, до конца искренне то, что у тебя на сердце Как понять искренне? Вот мы сейчас говорим и искренне говорить Разберемся в понятиях, чтобы продуктивно провести сегодняшний, да, 15 минут Давайте определим, что же такое искренность Вот так четко, хладнокровно Ну, не совсем хладнокровно Я считаю, что искренность – это когда ты говоришь человеку то, что ты о нем думаешь И ничуть не приукрашивая Особенно ты понимаешь, насколько искренним ты можешь быть, когда ты общаешься с своими друзьями Или, например, с соседями по комнате Я могу своему другу, соседу сказать абсолютно все искренне, что я о нем думаю И он это примет, потому что мы с ним друзья А мешает ли искренность жизни? Вот бывают такие моменты? Или она всегда только полезна? Вообще, до того, как мне прийти в церковь, я был очень неискренним человеком И я очень часто... Я, например, мог сказать, что я иду просто гулять, а сам мог поехать на речку, искупаться и потихаря приехать домой А потом совесть не мучила? Мучила, но немножко Признавался ей или нет? Я признаюсь уже сейчас, знаете, когда... О-о-о! Мама, прости меня! Ну, ладно, в понятии искренности мы разобрались А в чем ее суд заключается, я так и не поняла Вообще, зачем она нужна? Если не быть искренним, то всякие мосты, которые мы строим с людьми, они просто рухнут Христос, он был абсолютно искренним Он доверял... Вот только записался вопрос, был ли Бог искренний? Вот, пожалуйста, читаешь мои мысли Он доверял своим ученикам на сто процентов Я позавчера говорил проповедь о друге и говорил о Иуде Ведь Иисус был искренним и с ним до конца Но Иуда, в свою очередь, скрывал свое истинное лицо И даже когда он уже дошел до того, что он покончить жизнь самоубийством хотел И если бы он тот момент передумал и вернулся ко Христу, Христос бы его принял Потому что с его стороны это была искренняя дружба И он готов был принять Получается, искренность это сугубо положительное качество Конечно Очень интересно Хорошо, идем дальше А есть разница между словом искренний и честный? Ну, это не синонимы или все-таки это разные вещи? Ну, мне кажется, что честным ты можешь быть самим собой Ну, я не знаю, мне кажется, что все-таки стоит различать вот эти два понятия Честность и искренность Получается разница в направлении Честность и так себе Ну, я могу быть честным и к окружающим Вот мне кажется, моя точка зрения, что искренность здесь частенько касается чувств твоих А честность это касается конкретной информации Вот я честен, я тебе скажу, как есть А искренне я тебе отражу, покажу тебе истинное мнение мое о тебе Вот здесь касается чувства, там информации Обожаю так, когда сам задал, сам ответил Хорошо, друзья Расскажи нам, пожалуйста, искренность Это чувство врожденное, либо можно как-то его выработать Вот, либо это проблема, но не искренне я что-то с собой поделаю А может быть, человек рождается с искренностью уже? Нет, человек рождается с определенным набором комплексов чувств, эмоций и так далее Но, мне кажется, искренность человек приобретает на протяжении всей жизни И мне кажется, что в первую очередь искренность рождается, когда ты честен перед Богом Когда ты честен будешь, до конца честен перед Богом То не будет проблемы, когда ты будешь общаться с другими людьми и говорить с ними честно, искренне Получается, искренними не рождаются Ими становятся, да Друзья, чудесная тема сегодня И сейчас мы услышим очень искреннюю песню на радио The FM А после этого вернемся к нашей беседе Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok 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 ими становятся, но мы ещё не выяснили, как ими стать, как приобрести искренность. Вот он ключевой вопрос сегодняшнего эфира. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, здесь очень всё просто. Вообще наша жизнь циклична. Бывают взлёты и бывают падения. И точно так же мы не можем на определённом этапе сказать, что мы вот сейчас самые искренние, и искренней мы стать не сможем. Мне кажется, что вот на протяжении всей жизни мы становимся более искренними, и об этом говорил Христос, что мы можем приблизиться к Царству Небесному только когда мы будем честны с братьями и сёстрами. Так, а есть определённые пункты? Как стать искренним? Вся соль в том, как всё-таки это сделать. Поискренеть. Ну, смотрите, каждый из нас имеет отношение с Богом и имеет с Ним общение. И такой термин, как освящение, мы в определённой степени освящаемся. И получив это освящение, мы можем делиться этим с другими. От Бога освящения. Да, от Бога. И я бы сказал даже так, что получая освящение, мы в это вкладываем понятие, что мы получаем искренность. То есть, определённую долю в этом освящении имеет искренность. И мы этой искренностью делимся с теми, кто нас окружает. Получается, искренность от Бога. Да. Просите и дерзайте. Да, дано будет вам. Вот мы сейчас говорим так много обысине, даже целый эфир посвятили этой теме. А что особенно в ней, я не понимаю. Почему люди в мире даже её так ценят просто? Ну, приятно, когда с тобой. Ну, понятно, приятно. Может быть, что-то ещё больше есть? Много в этом мире есть приятных вещей, но, по крайней мере, мы об этом, ну, не обо всём говорим. Целый эфир на The WayFM, это мы не посвящаем. Да. Вот, Даник сам отвечает на свой вопрос. Люди бы не стали в своей жизни использовать или смотреть или слушать те вещи, которые бы они считали неискренними, мне так кажется. Что сейчас мир наполнен всякими разными вещами, и всё равно людей тянет к чему-то доброму, искреннему, светлому. Да, есть люди, которые поглощены там своими развлечениями и так далее и тому подобное. Но сегодня миру, ну, нужна эта искренность, особенно со стороны верующих людей. А как ты думаешь, по человеку можно определить, искренно он говорит или нет? Ну, посмотрев только на него. Ну, вот он тебе что-то рассказывает, я сейчас тебе что-то говорю. Вот искренне мы сегодня тебе задаем вопросы или думаем, да, когда же он уже ответит, это всё закончится? Да, сердца знает только Бог, и определить мы не можем. Но, знаете, я вот на своей жизни убедился, что мне достаточно пяти минут поговорить с человеком, чтобы понять, какой он и насколько он искренен. Вот, расскажи тогда свой опыт. Наш эфир уже длится восемь минут, давай, выкладывай. Кто мы такие? Зачем пришли? Нет, расскажи какой-нибудь опыт из твоей жизни. Опыт, ну, искренность я проверял в основном только на девушках, так как... Вау! Мне уйти. А почему только на девушках? Ну, в смысле я не говорю, что именно на девушках, а чаще всего просто замечал по девушкам. Например, если тебе девушка очень хочет понравиться, то она будет рассказывать, какая она хорошая, какая она добрая, какая она хозяйственная. Ну, так как я ещё здесь отрабатываю электриком в академии, и часто бываю на женском этаже, и бываю в женских комнатах. Я заметила! Вот, я вижу, чем живёт девушка, какой порядок у неё в комнате, то есть и искреннее, настоящее лицо. Получается, и искренность можно проявлять не только в словах, но и в делах, и даже в порядке. Да, да. Вот родился у меня сейчас интересный вопрос. А как ты думаешь, твоё мнение, кто искренне зачастую, среднестатистический М или среднестатистический Ж? Не тот. Не тот. Так, вопрос закрутил. Каждый среднестатистический М и статистическое Ж, каждый человек по-своему лукав. Он даже способен обманывать сам себя. То есть человек по-любому лукавит? Да. Ну подожди, говорят, что девушки более эмоциональны. Может быть, они более искренни? Всё-таки нет? Ну, мне кажется, у девушек это как болезнь. Вот она приходит нежданно-негаданно, например, простуда, и вот в этот момент времени она может быть максимально искренней. Но бывают периоды, когда и закрываются люди. А как ты поступаешь с теми людьми? Вот ты просёк и засёк, что они неискренне оказались. Да, ты понял. И твоё мнение о них изменяется как-то в худшую сторону или нейтральным остаётся? Как минимум ты будешь иметь в виду, что можно ждать от этого человека подвох. Да, совершенно верно. А если даже этот человек изменился? Я опять же скажу о том, как я уже говорил, что сердца знает только Господь. И то, какое мнение сформулирую я о человеке, это не то, что о нём думает Бог. И я не имею права судить его. И я сам на себе убедился, что независимо, какой человек, я буду поддерживать с ним отношения на том уровне, на котором они сейчас существуют. У меня не будет предвзятого отношения к этому человеку. Какой герой, по-твоему, в Библии самый искренний? Ну, после Иисуса Христа, естественно. Павел. Павел. Да. Почему? Ну, во-первых, это послание, какое количество посланий он написал. И вот, например, послание Коринфянам начинается, что вы ещё младенцы, то есть искренне, честно он говорит о их недостатках. Да. Иногда даже так жестковато, но искренне. Да. И мне кажется, это вот Павел. А самый искренний поступок? После Иисуса Христа? Он везде номер один. Самый искренний поступок, это, считаю, поступок Петра. По поводу? Помните, когда Иисус ему сказал, что трижды пропоёт петух, и трижды отречёшься от меня. Пропоёт петух, и трижды отречёшься от меня. И Пётр, увидев всю свою греховность, всю свою проблему, сущность, он всё равно пришёл ко Христу. И это говорит о том, что его отношения со Христом, они были искренни. И он не побоялся вернуться, в отличие от Иоды, к Христу. Хорошо, большое тебе спасибо. Пришло время подводить итоги. И вот у меня здесь есть пару интереснейших цитат. И хочу зачитать одну из них. Вот прям тронуло моё сердце. «Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС, а стены больницы слышали больше искренних молитв, чем церковь». Вот что ты думаешь по этому поводу? Понравилась мне метафора. «Вокзал видел больше искренних поцелуев, чем ЗАГС». Ну, конечно, там всё расстаются. В ЗАГС не разводятся, понятное дело. Ну, здесь, мне кажется, всё понятно, потому что в определённые жизненные моменты люди не могут быть неискренними, потому что это касается их самих, например, расставания. Это как будто кусочек сердца оторвали от тебя. Например, если это очень близкий человек. Как будто оторвали кусочек сердца, и он сейчас куда-то уедет. И поэтому очень тяжело расставаться, да, и все эмоции, они максимально искренни, порой, чем то, что бывает в ЗАГСах, да. Это, например, корыстные цели, замужество и так далее. А вот есть люди, которые раскаивают со своей искренности. Почему они это делают? Вот вообще, раскаяние перед Богом. Не есть ли это самый искренний поступок в жизни? Вообще должен быть самый искренний. Мы очень, ну, по крайней мере, я заметил по своей жизни, что мы очень часто такие способны говорить о своей искренности. Но вот я даже сам заметил, что порой и ты сам перед Богом не до конца искренний. Или бывает так, что твои молитвы доходят до формализма, и ты говоришь, потому что надо сказать. Мне кажется, что вот... От этого отучаться надо. Да. Друзья, я давно понял одну простую вещь. О том, что друг мне её подсказал. Какой смысл лукавить перед Богом, если Он видит тебя насквозь? Уж с Ним-то будь честен. И какой смысл лукавить перед собой, если ты сам себя знаешь? Так что, друзья, давайте будем искренними перед собой, ближними и Богом. Тимур, а теперь у тебя есть уникальная возможность что-то пожелать нашим радиослушателям. Самое главное пожелание, наверное, которое я хотел бы дать после этого эфира — это будьте искренними перед собой, перед Богом и перед людьми. Это сделает вас намного светлее и ярче, и люди увидят в вас этот свет и спросят вас, а как вы этого, откуда вы это взяли, откуда вы это получили. И это способ рассказать о Христе. Друзья, сегодня мы говорили об искренности, и говорили мы со студентом Богословского факультета за ХГИ и просто замечательным человеком Тимуром Шамсадовым. Большое тебе спасибо, Тимур. Спасибо, Тимур, пока. Счастья тебе и искренности. Всего доброго. Парочка высказываний на эту тему. Будьте живыми в общении, забудьте свои маски. Люди любят искренних людей. Будьте настоящи во всем. Неизвестный, но очень меткий автор. Если я искренно сегодня, какое мне дело, что завтра буду раскаиваться? Жозе Сарамага. И последняя цитата. Правота и искренность являются лучшими украшениями как для мужчин, так и для женщин. О, Генри. Будьте искренны. И слушайте наше радио ЗОФМ. С вами были ваши искренние ведущие Даниил. И от всего сердца Светлана. Всем пока. Пока-пока. Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете. www.golosnadежды.ru До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»